Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку Ньюс Сагиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Гемпрокуратура Азербайджана обратилась к гражданам. Некоторые туристические компании, злоупотребляя патриотическими чувствами людей, организовывают незаконные туры в направлении Баку-Шуша. 116 счастливых участников из 52 стран мира поедут отдыхать в Шушу в рамках третьего летнего лагеря диаспорской молодежи. Уйдут ли школы Азербайджана на карантин в сентябре на фоне роста заболеваемости коронавирусом? Министр образования внес ясность в этот вопрос. Как в Армении обманывают туристов и что гости получают вместо теплого приема и хваленного гостеприимства, расскажем в сегодняшнем выпуске. А теперь подробнее. Прибывающая с визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардии сухопутных войск США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом посетила воинскую часть и медуправление Министерства обороны Азербайджана. В ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, касающиеся деятельности в рамках программы партнерства со штатами. В заключении стороны обменялись подарками, было сделано фото на память. Генпрокуратура Азербайджана обратилась к желающим купить билеты в Шушу. Отмечается, что в последнее время в социальных сетях увеличилось количество сообщений о том, что некоторые туристические компании, злоупотребляя патриотическими чувствами людей, организовывают незаконные туры в направлении Баку-Шуша. Генпрокуратура призывает граждан быть бдительными, поскольку из-за того, что многие из этих компаний работают через социальные сети, информация о наличии офисов по каким-либо адресам не отражается в объявлениях. Генпрокуратура распространила просветительский ролик. Отдыхать в Шушу в рамках третьего летнего лагеря диаспорской молодежи поедут 116 счастливых участников из 52 стран. Имена еще 12 человек включены в резервный список на случай, если возникнет проблема с участием одного из 116 отобранных лиц. Организаторами лагеря выступают Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой и фонд Гейдара Алиева. Подробнее в материале. Завершился отбор в третий летний лагерь диаспорской молодежи, который будет организован в Шушу Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой совместно с фондом Гейдара Алиева. Как сообщается, для участия в лагере поступило более 400 обращений. После этапов регистрации и собеседования было отобрано 116 участников, представляющих 52 страны. Еще 12 человек решено включить в резервный список. Сюда входят как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественные отношения к Азербайджану. В случае, если возникнет проблема с участием одного из отобранных лиц, то вместо него в лагере прибудет один из представителей молодежи, включенных в резервный список. Следует отметить, что третий летний лагерь диаспорской молодежи будет организован в рамках года города Шуша 2-8 августа 2022 года в Шуше, жемчужине азербайджанской культуры. Партнерами лагеря являются Министерство молодежи и спорта Азербайджанской республики, фонд молодежи, государственное агентство по туризму и управлению государственного заповедника города Шуша. Программа летнего лагеря включает ознакомление с городскими памятниками, разрушенными в период оккупации, посещение святых мест. Кроме этого, планируются встречи с членами семей, шахидов и нашими ветеранами, экспертами из различных сфер, а также развлекательные программы, интеллектуальные игры для молодежи. Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда призывал азербайджанцев, проживающих за рубежом, не прерывать связи с исторической родиной. Уйдут ли школы на карантин в сентябре на фоне роста заболеваемости коронавирусом? Этот вопрос в последние дни обсуждают довольно активно в соцсетях. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев внес ясность в этот вопрос. Выступая на сегодняшнем брифинге, министр отметил, что во время пандемии возможны так называемые сюрпризы. У нас есть уже достаточный опыт за два года. Если случаи заражения участятся, возможен переход классов на дистанционное обучение, но полностью закрывать учебные заведения не планируется, заявил глава Минобразования. Министр коснулся также темы самого учебного процесса. Амрулаев считает целесообразным продление учебного года в Азербайджане, так как самым главным моментом, влияющим на качество образования, является именно количество учебных дней. Однако наше общество пока неблагосклонно относится к этому процессу. Министр также отметил, что одной из одобренных новинок в учебном процессе будет новый предмет – общая тюркская история и тюркская география. В настоящее время учебник на стадии подготовки, сказал министр образования. Продолжаем выпуск. Правительство Армении регулярно заявляет о развитии туризма. Из-за войны в Украине в Армении действительно стало больше туристов, в частности из России, гражданам которой сейчас закрыт путь в Европу. Однако вместо теплого приема и хваленного гостеприимства армяне грабят приезжих в самом прямом смысле слова. Об этом пишут местные армянские СМИ, в редакции которых поступают много звонков от туристов и даже от армян диаспоры, посещающих Армению этим летом. В первую очередь жалуются на таксистов, которые необоснованно завысили цены на проезд. Это производит на туристов, мягко говоря, эффект удара байрактаром, от которого небо ничем не защищено, пишет местная газета. Однако, как сообщает издание, проблема заключается не только в этом. Выяснилось, что некоторые банки и обменные пункты вымогают у туристов деньги. К примеру, если до сегодняшнего дня граждане думали, что слегка поврежденные, разорванные или просто мятые купюры можно запросто обменять в банках, то теперь за это еще и приходится доплачивать 500 драмов. Это почти полтора доллара, сообщают ереванские СМИ. Забастовка машинистов парализовала работу ереванского метро. С раннего утра 27 июля двери 10 станций были закрыты. Как сообщают армянские СМИ, с 6.00 машинисты начали забастовку, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена провела переговоры, рассчитывая, что машинисты немедленно вернутся к выполнению своих рабочих обязанностей. Однако почти 4 часа двери метрополитена оставались закрытыми. Материнский инстинкт слонихи отправил ее к людям. Слониха вышла к людям, чтобы попросить помочь ей спасти слоненка. Мама слониха выбежала на дорогу в Индии и начала преследовать проезжающий транспорт. Местные посчитали ее агрессивной и попытались отогнать, но слониха не отступала. Люди смекнули, что причиной такого поведения могло стать что-то серьезное. Слониху перестали отпугивать и последовали за ней. Она привела людей к оврагу, где застрял слоненок. Когда малыша достали, то он сразу же побежал к маме, которая ждала неподалеку. Какие блюда и какие продукты входят в меню королевы Елизаветы II? Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгреди назвал нелюбимое блюдо Елизаветы II. Он утверждает, что королева терпеть не может макароны и хлеб и очень любит блюда из рыбы, мяса и овощей. К числу ее нелюбимых продуктов шеф-повар относит также чеснок. Кроме того, томатные соусы находятся в королевском меню под запретом из-за опасений, что ими можно испачкаться. Даррен Макгреди также рассказал, что Елизавета II обычно ест в течение дня. Она начинает день завтрака в 9 утра из кукурузных хлопьев с курагой, черносливом или орехами макадамии. В качестве альтернативы вареные яйца или тосты с мармеладом и чай. В 13.00 королевский обед состоит из жареной рыбы на подушке из шпината и кабачков. Что касается ужина, то это может быть дичь или рыба. После полуденный чай сопровождается сконами или куском кекса, либо с сэндвичами с огурцом, копченым, лососем, майонезом, ветчиной и горчицей. Причем у хлеба должна быть срезана корка. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс по будням в 19.00, а также на наших каналах Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Всего вам доброго и до встречи!